С большой радостью представляю доклады кандидатов философских наук. Много эпитетов хочется сказать, потому что это и компетентнейший специалист в психоанализе, и сертифицированный специалист в логоанализе, в экзистенциальном анализе, и еще и очень компетентный когнитивно-поведенческий психотерапевт, и теперь еще и ведущий специалист у нас в стране, не побоюсь этого слова, по майндфулнес-терапии, и МБСР, и МБСТ, и еще и хороший знакомый Джона Кабадзина. Поэтому мы сейчас услышим эхо, можно сказать, автора книги «Куда бы ты ни ушел, ты уже там». Поэтому мы уже здесь, и мы рядом с человеком-носителем прямых знаний и человеком-майндфулнесом. Вот сейчас, я надеюсь, мы тоже проникнемся всем этим. И Снежана Александровна расскажет нам о том, как мы можем использовать и КПТ, и майндфулнес в более широком контексте. Вот сегодня об этом с утра говорил как раз Артур Фриман, что расширились цели СБТ. Это не только теперь терапия и не только каких-то отдельных нозологий, но это еще и работа с организациями, и это работа даже с армией, как он говорил. Но в данном случае мы не идем так далеко. Мы сейчас говорим о роли майндфулнеса в развитии качеств лидера. И вот доклад «Майндфулнес-подход как значимый ресурс для современного лидера», он такой многоуровневый. Это метафора уже готовая, потому что это много возможностей открывает майндфулнес. И вот для лидера эти возможности, они точно неоценимы. И я передаю слово Снежане Александровне для того, чтобы она раскрыла нам этот замечательный тезис. Спасибо огромное, Дима. Так, сейчас я освою кликер. Верхность. Отлично. Добрый вечер, дорогие коллеги. Приятно сказать «добрый вечер, друзья», потому что на самом деле очень много уже родных и любимых лиц в этом зале. Да, тема моего доклада «Майндфулнес-подход как значимый ресурс для современного лидера». И я сегодня расскажу о том, что вообще такое майндфулнес, что это за трендовое понятие. Мы поговорим о классическом подходе MBSR или Mindfulness-Based Stress Reduction, который был создан много-много лет назад, в 80-х, в клинике при Университете Массачусетс с профессором Джоном Кабадзином. Естественно, расскажу про своего учителя, теперь уже друга Джона Кабадзина. Поговорим о двух режимах существования, режиме автопилот и режиме действия. И, собственно говоря, перейдем к тому, каким образом вообще в организациях используется майндфулнес-тренинг, почему это тренд, сколько лет на самом деле уже используется. И я расскажу, на мой взгляд, об одном очень интересном исследовании, о модели осознанного лидера. Тема лидерства, безусловно, те, кто консультирует в бизнес-сегменте, знают, насколько эта тема актуальна. Все стараются развивать компетенции, свойственные лидеру. Но вот мы посмотрим, как через майндфулнес-подход, какие компетенции развиваются, какие KPI увеличиваются и так далее. Но прежде мне хотелось бы вспомнить, напомнить, вернее, о социальном эксперименте, который, я уверена, все очень хорошо знают. Его когда-то, лет десять назад, проводила газета Washington Post. И идея заключалась в том, чтобы понять, насколько каждый из нас, в принципе, сможет увидеть что-то необычное, например, талант, в совершенно неожиданной обстановке. Мы обратим внимание или не обратим внимание? Идея была такая. Пригласили выдающегося скрипача Джошуа Белла. Он входит в десятку лучших скрипачей. В то время в Вашингтоне у него был концерт, все билеты на концерт были проданы. И у Джошуа была идея, что если он в подземке с утра сыграет, то, соответственно, как минимум аншлаг будет. Ну, у социальных психологов, кто сотрудничал с Washington Post, была немного другая гипотеза. Итак, представьте себе, утренний час пик, подземка. Приходит молодой человек, открывает футляр, достает скрипку и 45 минут играет. Мимо него за это время прошло порядка двух тысяч человек, только семь остановилось послушать музыку. Порядка двадцати бросили мелочь, и Джошуа заработал 54, по-моему, доллара. Ну, в общем, неплохо заработал. И больше всего, как Вы думаете, кто обращал внимание на скрипача? Дети, конечно, дети, которые проявляли любопытство. И вот вопрос. Надо отметить, что в тот день он играл виртуозное произведение, он играл на выдающейся скрипке, сам по себе он очень талантливый скрипач. Вопрос заключается в том, что же произошло в тот утренний час в подземке, почему люди не обратили внимания. Возможно, в контексте mindfulness, в контексте осознанности вопрос может звучать следующим образом. А как часто мы не замечаем маленькие, но ценные, значимые моменты нашей жизни, которые так или иначе, согласно всем исследованиям, наполняют нашу жизнь смыслом, делают ее значимой. Вообще, как часто мы пребываем в режиме автопилота. И так разделяется традиционно в mindfulness-подходе обращается внимание на то, что существует два режима. Первый режим автопилота, в котором практически постоянно мы находимся, и мы можем определить автопилот как способность нашей психики выполнять часть повседневных задач неосознанно. Любые двигательные шаблоны эмоциональной реакции, к сожалению, и мыслительные шаблоны. В противовес есть режим осознанности или режим mindfulness. Но прежде чем я перейду к определению, что такое mindfulness, я хочу показать вам слайд с несколькими вопросами для знакомства с режимом автопилота. Мне понравился очень этот слайд-серый тест, и он был представлен в книге «Осознанность» Марка Уильямса. Вот те несколько вопросов, которые можно себе задать и порефлексировать на тему, а часто ли я пребываю в режиме автопилота, а когда я принимаю значимое решение, я как вообще выполняю этот процесс? Осознанно или я все-таки автоматически реактивно реагирую? Итак, последние годы, безусловно, mindfulness – это такой тренд на Западе, тренд в Европе. Mindfulness постепенно переходит, в том числе и в Россию. Итак, что же такое mindfulness? Есть огромное количество определений, понятий, но в первую очередь мне хочется сказать – это практика, практика и еще раз практика. Поэтому, когда друзья, коллеги, клиенты приходят, например, ко мне на занятия, я говорю, что добро пожаловать на тренировку. Что же мы практикуем? Мы практикуем полное перенесение внимания на настоящий момент без какой-либо оценки себя или окружающей действительности. Тренируем навык безоценочного осознания, продолжительного момента настоящего времени, который помогает нам распознавать свои мысли, чувства, намерения, действия, не переходя в реактивность, то есть не переходя на автоматические реакции. Несколько слов о истории самого термина. Mindfulness был переведен в конце XIX века, и на самом деле это термин, который относится к буддийской традиции, достаточно сложно переводимый термин – сати. Для тех, кого заинтересует связь mindfulness с буддийской традицией, есть потрясающая монография. Алая Бхикху называется, сатипатхана, и, соответственно, сатипатхана – это как путь к просветлению, очень много всего полезного можно найти. Но нас сейчас интересует менее, менее интересует дзенская составляющая mindfulness, а больше то, что удалось сделать Джону Кабадзину, который на протяжении последних тридцати, наверное, тридцати с лишним лет является таким лицом, образом mindfulness во всем мире. Самое короткое определение в Институте медитации и психиатрии – mindfulness, осведомленность о настоящем моменте с его принятием. Существует ряд основных базовых принципов, которые необходимо учитывать при практике этого навыка. И вот несколько из них – безоценочность, нестремление принятия. С точки зрения принятия мне очень нравится небольшая поэма «Руми», «Гостевой дом», как раз она ярко характеризует этот принцип. «Человек – гостевой дом, каждое утро новые гости. Веселье, уныние, подлость, иногда понимание заглянет, как нежданный гость. Приветствую и угощаю их всех, даже если гости – многие моки, которые яростно сметут всю мебель в твоем доме. Все равно оказывай каждому честь, может быть, он очистит тебя для новой радости. Темная мысль, стыд, злоба, встречай их у порога, смеясь и приглашай войти. Будь благодарен, кто бы ни пришел, ведь каждый был послан как наставник свыше». Мне кажется, это лучшая иллюстрация принципа принятия, того принципа, который настолько важен в mindfulness-подходе. И еще четыре базовых принципа – это терпение, доверие, ум новичка, отпускание. Есть еще один важный принцип, который многие учителя mindfulness относят к самому-самому значимому, фундаментальному – это доброта. Не случайно одна из важнейших медитаций или упражнений в курсе как MBSR, так и MBCT – это медитация доброжелательности или медитация любящей доброты. И обычно Джон Кабетзин говорит о том, что недостаточно mindfulness как таковой осознанности. Еще есть такой термин, как heartfulness – открытое сердце. И это как раз то, что характеризует вот эту птицу. Два крыла – с одной стороны осознанность, с другой стороны доброта сердца. С одной стороны mindfulness, с другой стороны heartfulness. Конечно, я уже говорил о том, какие основные терапевтические подходы основаны на mindfulness. Первый – это MBSR или Mindfulness Based Stress Reduction – программа снижения стресса на основе осознанности. И гораздо позже появилась первая программа, она создавалась с Джоном Кабетзином. И вторая программа – MBCT – когнитивная терапия на основе осознанности. Она создавалась с тремя выдающимися учеными – Марком Уильямсом, Зиндалом Сигалом и Джоном Тесдейлом. Собственно говоря, такая команда Лиги Плюща. История была очень интересная. Они приехали в Массачусетс, в клинику, в центр mindfulness и прошли традиционный восьминедельный курс mindfulness. Уехав обратно, решили создать что-то новое для людей, страдающих от депрессии. Задача была о том, чтобы удержать как можно длительный период ремиссии. Однако, как рассказывает Зиндал Сигал, один из основателей MBCT-подхода, что, да, программу они создали, они стали эту программу вести, но результаты особого не видели. И вот был сделан потрясающий вывод, собственно говоря, о котором им изначально говорилось, что mindfulness – это практика, практика и практика. И инструктор, учитель, преподаватель, кто ведет группы, не может не практиковать. Это особое пространство, особое состояние, которое создается в группе, и непосредственно практика психотерапевта, учителя обязательно. И позже он описывает, как потратил три года на то, чтобы создать, укоренить свою медитативную практику. И, соответственно, это позволило откорректировать некоторые моменты. В программе таким образом родилась программа MBCT, которая прошла огромное количество различных исследований, рандомизированных контролируемых испытаний и метаанализа. И, как, возможно, уже многие знают, она занимает достойное место в Великобритании, рекомендована их комитетом по здравоохранению для применения в лечении депрессии. И так еще есть ряд терапевтических подходов, которые используют упражнения по осознанности. Это АКТ и диалектика поведенческая психотерапия, Маш Линехен, особая среди тех блоков навыков, которые тренируются в процессе работы с пациентами. Для навыка Mindfulness выделено особое место. Итак, смотрите, интересно, как растет интерес к Mindfulness, количество публикаций. Если мы видим в 80-х, как только зарождается данная программа, как только Джон Кабадзин вводит в Эбихот и в научный круг данной программы, единичные публикации, преимущественно Джона. И посмотрите количество публикаций в 2015 году. Итак, Джон Кабадзин. Конечно, не могу не сказать несколько слов о своем учителе, и теперь уже друге. Он выпускник Массачусетского технологического института. Это уже о многом говорит легендарный вуз. Он защищал диссертацию по молекулярной биологии, и его научным руководителем был нобелевский лауреат Сальватор Лурия. И Джон с детства, с юности, можно так сказать, занимался и медитацией, и йогой. И ему очень было интересно, каким образом можно будет привнести в медицинскую парадигму, в медицину и в психотерапию медитацию, но сделав ее светской, очистив какой-либо религиозной составляющей. Возможно, сейчас это может звучать как секулярный буддизм, но, тем не менее, тогда задача, представьте, это 80-е годы прошлого века, насколько консервативно общество, насколько странная сама по себе могла быть идея. Но, тем не менее, он создает восьминедельную программу, которая называется «Снижение стресса на основе осознанности». Прежде чем я перейду к рассказу об этой программе, вот несколько полезных ссылок. Здесь последний сайт Джона, где огромное количество информации о mindfulness, о подходе, его книге, его расписании и так далее. И две ссылки на клинику по снижению стресса при Массачусетском университете. Собственно говоря, вот то место, где преподается золотой стандарт двух курсов – МБСР и теперь МБСТ. Итак, 1979 год. В клинике при Массачусетском университете было выделено помещение, в кафетерий, где было оборудовано просто пространство для того, чтобы могли приходить пациенты. Джон попросил своих коллег-врачей присылать фактически тех пациентов, от кого отказалась медицина. Это были люди с тяжелой хронической болью, первые пациенты. И постепенно, впоследствии, круг применения расширился, и к программе стали прибегать люди, которые попадали в тяжелые жизненные ситуации, например, или люди, работающие в стрессовых, высокострессовых условиях – военные, полицейские. Даже среди заключенных в Америке достаточно развита помощь и поддержка людей, оказавшихся в заключении, эта программа стала проводиться. Отдельно учителя и медицинские работники. Есть много исследований, на них, к сожалению, сегодня не будет времени останавливаться, но, тем не менее, интересное исследование о взаимосвязи восьминедельной программы и снижении профессионального выгорания, причем по трём компонентам, и по редукции личностных достижений и деперсонализации эмоционального истощения. Что из себя представляет эта программа? Мне хочется подчеркнуть, что это восьминедельный тренинг. Группа встречается восемь или десять недель. Что значит восемь или десять? Сама программа длится восемь, но обычно есть первая неделя – это сессия ориентации, когда участники встречаются и, соответственно, погружаются в то, что их будет ожидать на протяжении восьми недель, а десятые уже иногда получаются как некое заключение после заключения. Занятия проходят в группах. Группы бывают разные – от десяти до сорока человек обычно, но могут быть и больше. Один раз в неделю, как я сказала, длительность классической программы от двух до трёх с половиной часов. То есть это такая достаточно энергозатратная и временная программа. В один из выходных дней в течение курса, обычно после шестого занятия, проводится так называемый день тишины, день mindfulness, когда с восьми утра или с девяти утра до вечера все погружаются в глубинную практику. То есть идёт упражнение за упражнением, за упражнением, фасилитируют разные учителя, инструктора mindfulness. Только в самом конце уже завершает день тишины, подводится некий итог, идёт обратная связь, обмен опытом, обмен ощущениями, переживаниями. На каждом занятии осваивается определённое теоретическое упражнение под руководством инструктора. Дальше это же упражнение даётся в записи. И контракт группы таков, что каждый участник должен обязательно выполнять домашнее задание. Обязательно в контексте МБСР на домашнее задание тратится где-то час пятнадцать. То есть час пятнадцать каждый день. Курсант в плане того, что кто приходит на курсы mindfulness должен посвятить время медитации. И из чего состоит программа? Есть два таких основных подразделения. Это формальные практики и неформальные практики. К формальным практикам относятся упражнения, базовые упражнения, сканирование тела. И есть ряд ещё формальных медитаций, которые выполняются в положении сидя. Это осознание дыхания, осознание наблюдения за звуками, осознанное наблюдение за мыслями и эмоциями. И также безобъектное расслабленное внимание или открытое присутствие. Существует блок осознанная практика движений. Есть целый ряд упражнений, разработанных специально для этой программы, которые помогают улавливать и прокачивать, как мы теперь говорим, навык ощущения своего тела. И большое количество неформальных упражнений – это то, каким образом мы можем интегрировать вот этот навык, который долго и непросто осваивается, в повседневной жизни. Как можно его использовать в общении с друзьями, как можно его использовать в течение рабочего дня. Каким образом можно, самое главное, выходить из режима автопилота и переходить в режим осознанности, хотя бы на некоторое количество времени. И это практика неформальной медитации. И я чуть позже буду говорить, очень хорошо легла в корпоративной культуре Google, и перед каждым совещанием в Google используется ряд практик осознанности. Ну вот если динамику посмотреть, то первое упражнение всегда – это mindfulness в миниатюре, это изюмная медитация во время этого упражнения, которое растянуто во времени порядка 30 минут. Мы, как если бы по-новому для себя открываем что-то привычное – изюм. Все его пробовали, все знают вкус, скорее всего, часто горстями можно съедать этот изюм. Но во время упражнения человек начинает осознавать, как много нового и интересного открывается, в принципе, в такой автоматизированной деятельности, на которую часто не обращается внимания. Дальше важное упражнение – сканирование тела. Оно, в принципе, длится на протяжении всего курса. Потом сосредоточение на дыхании. И само по себе очень интересное упражнение. Давайте просто на 5 секунд попробуем удобно сесть, чуть-чуть откинуться от кресла, осознать положение своего тела, таким образом уже выйдя из режима автопилота, и сосредоточиться только на своем дыхании. Вы можете полуприкрыть глаза или закрыть, как вам будет удобно, и проследить за своим вдохом и выдохом. Возможно, вам будет удобно следить за своим дыханием в области живота, в области груди или в области носа. Выберите удобное для себя место. И всего лишь мы следим полностью за вдохом и за выдохом. И, возможно, мысли уже начинают утаскивать вас куда-то, возможно, в прошлое или будущее. И ваша задача – понять, что вы отвлеклись, внимание ушло, и снова вернуть свое дыхание, внимание на дыхание. И сейчас можно открыть глаза. И вот самая, казалось бы, простейшая медитация в практике МБСР, она длится порядка 30-40 минут. И мы учимся, грубо говоря, мы прокачиваем эту мышцу. Мы концентрируемся на дыхании, но мозг, феномен monkey mind, уносит нас куда-либо, и мы снова возвращаемся, концентрируемся на дыхании. Собственно говоря, все упражнения построены таким образом, чтобы мы умели усилием своей воли переносить фокус внимания туда, куда нам нужно, и не переходить в автоматические реакции. Постепенно это помогает создавать некий навык, который помогает управлять сложными жизненными ситуациями, управлять стрессом, то есть разрывать вот эту схему, стимул и реакция. То, что у Стивена Кови хорошо было написано, между стимулом и реакцией есть зазор, в этом зазоре есть свобода и ответственность, и фактически судьба. Часто ошибочно почему-то эту фразу Франклу приписывают, но я всегда подчеркиваю, на самом деле это Кови. И вот это самое главное, происходит некий разрыв умения управлять своей реактивностью. Итак, большое количество, как я уже говорила, проводилось разных-разных за 30 лет исследований. Безусловно, можно всегда говорить о том, что есть некие ограничения, но методологические ограничения, но мне кажется, они присутствуют фактически во всех сферах. Традиционно навык осознанности способствует, если мы не говорим сейчас про клиническую составляющую, улучшение концентрации внимания, безусловно, способности осознавать мысли, эмоции, чувства, телесные проявления, естественно, умение быть здесь и сейчас, возможность взгляда со стороны, открытости опыта, понимание стрессовых реакций в теле, умение останавливать навязчивые негативные мысли, управлять стрессом и агрессией, формирование психологической гибкости и жизнестойкости, ощущение субъективное наполненности жизни смыслом и развитие творческих способностей. Теперь мы переходим к тому, каким образом mindfulness-подход из клинической парадигмы, потому что изначально он создавался Джоном для людей, которые страдают достаточно серьезными недугами, потом второй подход для людей, кто страдает депрессией. Вот смотрите, каким образом. Это только малая часть тех компаний на Западе, которые используют mindfulness. Мне хочется подчеркнуть, что 15-й, 16-й, 17-й будет год на Всемирном экономическом форуме Джона один из докладчиков и особый интерес у топ-менеджеров к вопросу mindfulness, каким образом интегрировать это в компанию, каким образом это будет приносить, допустим, и какие плюсы это будет приносить. Про компанию Google я уже говорила. 16, по-моему, лет существует программа в Google. Называется она Search Inside Yourself. Загляни в себя. Мне так больше нравится это название. И идея была в том, чтобы увеличить эмоциональный интеллект, способствовать росту эмоционального интеллекта на основе практик, осознанности. В Google, в принципе, созданы замечательные условия. Есть зал для медитации, есть расписание. В зависимости от желаний сотрудников, они видят, какая медитация в какое время, каким инструкторам фасилитируется. В Google есть разные должности, связанные с mindfulness. Это директор региональных программ и так далее. И не так давно была даже сделана интересная такая, как, ну, не лабиринт, но тем не менее дорожка для осознанной ходьбы. И теперь мне хочется рассказать про концепцию осознанного лидера. Впервые эта статья не так давно появилась в Гарвард Бизнес Ревью. Исследования проводили Меган Райтс и Майкл Ческолсон. Это те ученые, которые достаточно поставили своей целью донести mindfulness до бизнеса. И более подробно об этом исследовании, если вы захотите посмотреть, можно найти на сайте. Но вот я расскажу про него. Что они сделали? Это, в принципе, было рандомизированное, контролируемое испытание. Как традиционно, две группы, 57 топ-менеджеров, которые проходят курс, и 57, которые на вейтинг-листе, случайным образом, все отобраны, распределены. Соответственно, замерялись некие данные в обоих группах. Какой был вопрос у исследователей, у ученых? Вопрос был такой. Вообще mindfulness-подход может способствовать развитию лидерских компетенций? Извечный спор, что такое лидер? Это врожденные характеристики или приобретенные? Можем мы формировать лидерские компетенции у, допустим, среднего звена или нет? И получился такой сеттинг. Три раза в две недели семинары по четыре часа. Потом день полный mindfulness и последняя сессия фасилитации в режиме Zoom, в режиме онлайн. Было очень интересно, что по результатам исследования и по опросам тех, кто принимал участие, пришли к выводу, что, во-первых, увеличились вот эти три характеристики. Мета-когниция, любопытство и принятие, о котором мы уже говорили. И, соответственно, это все способствовало тому, что появилось пространство в ранее автоматизированном потоке. То есть вот этот разрыв между стимулом и реакцией, он как если бы увеличился. То есть человек мог уже наблюдать и не реагировать на поступающий триггер или на поступающую какую-то информацию реактивно. Соответственно, все это способствовало лучшей эмоциональной регуляции, эмпатии, фокусу внимания, адаптивности и возможности видеть некую перспективу. И дальше, получается, был сделан вывод, что все это вместе способствовало тому, что увеличилась жизнестойкость, резилиенс, увеличивалась очень важная характеристика для управленца – это умение управлять в режиме неопределенности в сложных ситуациях, и умение сотрудничать. То есть тоже одна из важнейших характеристик – не конкурировать, а именно сотрудничать. Вот такое было любопытное исследование, такая любопытная модель. Соответственно, естественно, все те, кто проходил программу, должны были этот стандартный контракт, что каждый день выполняется та или иная практика, но результаты были достаточно интересными. Эта программа уже существует и используется в разных компаниях. Конечно, страсть к делу имеет значение, но ее одной недостаточно. И вот какие были результаты. 91% опрошенных отметили положительные эффекты, 88% рекомендовали бы коллегам участие в программе, 66% испытывают меньший уровень нервозности и тревоги, 63% отметили повышение степени самоконтроля на работе, 60% наблюдали укрепление психологической устойчивости, то есть возможность принимать более взвешенные решения, 52% улучшили взаимоотношения с коллегами и 46% говорили о том, что творческая энергия стала больше. И в завершение своего выступления мне бы хотелось процитировать снова Джона Кабадзина, который говорит буквально следующее. Стремление заниматься практикой осознанности меняет стиль вашей жизни, делая его более здоровым. Это не так-то просто, но это решение может полностью изменить вашу жизнь к лучшему. Большое спасибо за внимание. Олеги, вопросы? Вопросы? Вы исповедуете буддизм? Ну, нет, я не буддистка, но мне близка позиция секулярного буддизма. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Вот когда компании, которые, очень много компаний, применяют для своих сотрудников техники Mindfulness, то есть они все-таки, наверное, имеют в виду улучшение производительности своих сотрудников. У меня вопрос, не является ли это противоречием самому подходу Mindfulness в его безоценочности? Вы знаете, очень хороший вопрос, потому что, безусловно, что хочет работодатель, чтобы еще больше режим многозадачности был, чтобы еще быстрее и лучше люди работали. На самом деле, те компании, которые я перечислила, идея программ была гораздо шире, чем просто увеличить производительность труда. Скорее всего, возможный рост производительности труда был побочным эффектом. Например, классическая гугловская программа, она вообще связана с такой социальной идеей, что человек, который проходит этот курс, он становится более гармоничным, более сострадательным, меняет отношения вокруг себя, меняет отношения в компании, в целом делает мир лучшим местом на Земле. И еще тогда можно один вопрос? Конечно. То есть сегодня доктор Курупатов в своем докладе, ну, мягко говоря, я обесценил техники осознанности, ну, скажем так, в развитии мышления, то есть как способности мышления. Ну, и, например, в целом, допустим, представители буддизма. Хотя вроде как бы как раз представители буддизма в очень большой степени… То есть у них очень большой вклад как раз в развитие мышления. То есть там даже представить, например, техники дебатов, когда, то есть два человека просто меняются местами, отстаивая свою точку зрения. То есть вопрос в том, есть ли все-таки какие-то исследования о том, как, то есть mindfulness, осознанность влияет именно на способность к мышлению, к развитию самостоятельности мышления. Ну, да, спасибо, очень интересный вопрос. Но обесценивание всегда можно, я не знаю, рассмотреть как защиту или еще как угодно. Но, да, большое количество есть исследований, безусловно, и в контексте феномена нейропластичности. Я думаю, что отдельно даже, может быть, мы сделаем на эту тему лекцию касательно исследований, потому что, правда, очень много очень интересных о том, что происходит, каким образом наблюдаются устойчивые изменения в головном мозге, как они достаточно длительное количество времени после практик. Потрясающее исследование, я просто могу часами говорить, это все то, что касается медитации доброжелательности или любящей доброты, брали выборку людей, опять же, это было рандомизированное, контролируемое испытание. Те, кто только семь недель практиковали медитацию любящей доброты, и, например, одно из исследований показывало, каким образом степень профессионального выгорания уменьшалась у медсестер. Ряд исследований показывало о том, каким образом, мне кажется, самое важное и самое главное снижалась самокритика, то, что мы называем карающим суперэго. И это такой, мне показалось, очень волнующий момент, ведь можно годами ходить и пытаться скорректировать эту инстанцию, пытаться слушать различные интерпретации и так далее, и так далее. И каким образом восемь недель любящей доброты снижали вот этого критика и давали достаточно длительные такие устойчивые результаты. В общем, исследований очень много, и укрепление когнитивной, безусловно, функции, всё это присутствует. Всправедливости рады отметить, что в своём же докладе Андрей Владимирович процитировал исследование, где mindfulness или медитация повышает работу дефолт-системы, улучшает работу психики. И он отмечал, что практики осознанности, как одна из двух составляющих, доказанных как раз в экспериментах. И тот же институт Макса Планка доказывал это в своих работах. И много американских исследований, мета-анализов это подчёркивают. Поэтому здесь доказательная база очень широкая. Но это действительно скорее тема отдельного, круглого стола или какого-то семинара, или конференции небольшой. Потому что здесь, к сожалению, в виде просто ответов на вопросы не раскрыть тему. Спасибо за доклад. Простой вопрос. Проводятся у нас курсы подобные в России, может, в Санкт-Петербурге. Я бы с удовольствием поучаствовал. Спасибо большое за Ваш вопрос. Да, мы в рамках нашей ассоциации сейчас формируем программу. Причём мы планируем сделать и обучающие программы для специалистов, для того, чтобы, собственно говоря, майндфулнесс распространялась по России. В декабре откроется первая майндфулнесс-студия. Будет здесь, в Петербурге. Есть планы на Москву. Так что работаем над этим и старательно работаем. Нас могут даже заподозрить, что это был специальный вопрос. Минутка рекламы, теперь маленький пиар такой. Потому что сейчас у нас будет даже продолжение в ответ на этот вопрос. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, современный майндфулнесс – это больше направление телесно-ориентированное или экзистенциально-гуманистический подход? К чему они больше склоняются, основатели? Спасибо. Честно говоря, лично для меня, наверное, здесь больше есть экзистенциальная составляющая. Потому что всё-таки кто я? Мы пытаемся найти ответ. Мы пытаемся познакомиться с собой. Мы пытаемся соприкоснуться со своей системой ценностей. Соответственно, наполнить жизнь смыслом. Телесно-ориентированной – нет. Я бы, конечно, не отнесла. Для Джона, как основателя этого подхода, это, соответственно, есть программа. Он не относит её к каким-либо направлениям психотерапии. Более того, естественно, он не относит это к третьей волне когнитивно-поведенческого подхода. Но вот моё мнение, что, конечно, это больше о экзистенции и больше ещё о том, кто такой человек. Кто такой я, кто такой человек и вообще есть ли я. Ну, к когнитивной терапии в-то чаще всего относятся. Да, 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 конечно. Я думаю, сегодня в классификации отнёс это к когнитивно-трапии. Безусловно. Более того, я не так давно прошла специализацию в институте БЭКО. И упражнение mindfulness занимает особое место в структуре работы с тревожными и с депрессивными расстройствами. Но есть своя специфика этих упражнений. Они именно рассматриваются как упражнения, не как практика. И они всегда идут рука об руку с экспозицией. То есть сначала, например, мы задираем тревогу, и потом там же уже во время сессии за счёт mindfulness показываем, каким образом тревога понижается. Ну, то есть спросите БЭКО, он вам скажет, что всё, что работает, это когнитивная терапия. Да, Хайман Спотниц также говорил, только про психоанализ. Спасибо. Но не могу не задать этот вопрос. Тем более, в начале вашего выступления прозвучало, что когда Кабазин начал, то он столкнулся с определённым консерватизмом обществом. Вот. Если я сейчас открываю Амазон, заказываю книги, то там очень много книг mindfulness для подростков. Да, но я тут же представляю современных родителей российских. Могу себе представить, что они мне скажут. И какому помощнику прокурора они побегут, если я им буду это предлагать. Это я не шучу, правда, потому что у нас очень сейчас такая консервативная именно родительская среда. Вот. Есть ли какие-то уже идеи по поводу того, ну, например, каким образом с пациентами работать, чтобы дать пояснение, опять-таки, в контексте вот нашего общества достаточно консервативного, да, которое вот только сейчас на этом этапе, там, понимания того-то, как клиента. На самом деле, очень хороший вопрос, и мне хочется сразу сказать, что в Европе и на Западе очень развит подход mindfulness для детей, даже и в школах Великобритании всё это присутствует, и очень много этим занимается жена Джона, Майла Кабадзин. Не так давно её книга вышла вообще для малявочек-малявочек, mindfulness. Ну, я могу только, я понимаю, что культуральная специфика, она очень важна. Безусловно, мне кажется, исходя из своего опыта, но у меня опыт очень специфический. Впервые я стала заниматься медитацией давно-давно, лет практически 20 назад. И я занималась единоборствами, соответственно, я тренировала, учаясь в университете, я подрабатывала как тренер и обучала детей медитации во время тренировок. Это была важная составляющая подготовки к соревнованиям в том числе. Если потом, естественно, позже, даже начиная работать в психоаналитической модальности, я использовала для некоторых пациентов, я обучала медитации. Но для них, мне кажется, самое главное, когда подчёркивается вариант, что это не эзотерика, не религия, не мистика. И я обычно такой небольшой ликбез в зависимости от специфики, кто передо мной сидит, насколько скептик-скептик. Рассказываю что-то. Не так давно, например, был интересный случай, был военный, на такой краткосрочном консультировании. И, например, я ему рассказала о том, какое исследование и программа была разработана для тех военнослужащих морской пехоты США, кого отправляли в зону боевых действий, в Ирак. И его очень зацепило. То есть, когда понимают, что это никоим образом не что-то странное, меня не заставят сидеть в позе лотоса, говорить мантры или что-то ещё употреблять. Мне кажется, это самый ключевой момент, когда люди понимают, что это, и я всегда подчёркиваю, что это не мистика, не эзотерика, не религия. Это абсолютно научный подход с научной логикой. И подход, который прошёл 30-летнее исследование, доказал свою эффективность. Спасибо, Мария. Спасибо, коллеги.